Еврейская тема Моя проблематика моих книг совершенно другая, основная проблематика. Вот я вам у нас здесь ночевал полтора месяца австралийц. Он говорил, что у них во всех магазинах есть мои книги. И однажды звоню Гольте, а все русские люди читают. Они говорят, что по ним только можно и видеть, что происходит в России. Вот еще что. Что происходит в России, я пытаюсь ответить во всех моих книгах. Отсюда даже название «Оккупация». Приезжаю, оказывается, мой оккупированный. А потом, через много лет, то есть, что такое оккупирование? На всех важных постах, и особенно в печати, там, в искусстве у нас сидят нерусские, евреи. Потом проходит много лет, там, 10-15 и 100. Мы нашли в архивах о завещании Сталина, где он сказал, что вся моя жизнь – это борьба с сионизмом. Но я не мог их одолеть, потому что вокруг меня было много ожидавленных людей. Это Сталин сказал. Ожидавленных. Что это значит? Вот комитет обороны. Кто нами команду? Я, как командир батареи, значит, листовки мне собирали, чтобы я их сжигал. Не разрешали солдатам читать. И читаю, где наши листовки говорят, что немцами правят евреи. Гитлер, он Шикольг-Рубер, настоящую фамилию. Шапка Портнова, понимаете, Геринг – еврей, Гэс, Гейпельс – еврей. Все командование – евреи. А потом приносят мне целый мешок этих самых листовок немецких. Я читаю там. Я никому не должен их, это закон такой был. Команир подразделений должен их сжечь. Ну, я был командир подразделений, я вначале почитаю. И вот я читаю, и немцы говорят, Иван, ты за кого борешься? Мы же тебя хотим освободить от власти жидов. А ты нас, говорит, молотишься и так далее, говорит. Да что, почему ты не понимаешь этого, что тобой-то евреи правят? И начинали рассказывать. Фамилию, комитет оборон, главный комиссар армии, Мехлис. Главный редактор правды, он же. Один человек таких, две долгности и так далее, и так далее. Потом я сам, пишу романы, собираю материалы, и вот комитет обороны. Пожалуйста. Сталин, Рогашвили, он же. Этот самый, Берия. Какой-то тоже, ихний еврей. Какая-то ветвь. Каганович. Микоян. Дальше. Идут. Молотов. Молотов. Морошилов. Морошилов. Калинин. Женаты на еврейках. Дети евреи. Вот о них, он сказал, обжедавленные. И они мешали ему все принимать решения. Ну, как сказать, где пахнет против евреев. Вот она говорит, не эвакуировали только евреев. Москва эвакуировала только евреев. Команда была такая. Самый начальник автокомбината был. Там Борман, еврей, а там Борман был какой-то, знаете, у Гитлера и у нас Борман был. Так везли не только семьи из Москвы, а везли шкафы, мебель. Ну, а наши люди смотрят русский. Кто? Все остаются. Понимаете? А немец уже подходит. Так вот, вы представляете, власть все время была у них, у нас. И когда я приехал, мне работать нефть. Это я с орденами приехал туда-сюда. Ну, это, вы знаете, читать не буду их пересказывать. У меня одни названия, смотрите. Окупация. Это тогда-то уже оккупация. Дальше. Последний Иван. Я в известиях был последним русским человеком, которого надо было убрать. Я был, и меня называли Последний Иван, но у нас остался. Я написал роман Последний Иван, о котором вот сейчас критики говорят, что это замечательный документ эпохи. Вот, эпоха вся. Последний Иван ее находит. И у меня австралиец говорит. Я, говорит, звоню преподавателю, женщине русской, Сиднейского университета. Она плачет. Я говорю, Наташа, ты чего плачешь? Она говорит, книжку читай. Ну и что? Говорит, представляешь, русские люди показаны красивыми людьми. Я, говорит, давно уж таких книг-то не видел. Советские книги, это очень интересное, замечание. Все выходят на заграницу. Это я, как издатель, говорю, я пять лет работал с самого большого издательства, главного редактора. Я имею право говорить. Когда мне министр спрашивает, почему это Некрасова сейчас, Есенина, я ему должен отвечать. Я отвечал, почему. У меня в книгах это все есть написано. Так вот, дело в том, что там знали, что им давали, только переводили книги, в которых русский человек пьянца, горбатый, нечестный, позатер, дезертир, как у Распутина и так далее. Ленин, да, а этот, а все остальные, понимаете, особенно если евреи, так уж такие хорошие. А тут, говорят, русские люди, впервые книги-то нам продают все дней, автор, который русских описывает, как благородных, красивых людей. Так вот, я вам могу сказать, главная моя тема – это русского человека показать. И поэтому я показываю свое время, как он живет и борется, русский человек. Вторая тема у меня – что произошло со страной. Империя погибла. Эта тема у меня широкая, широко показана. И третья тема показана – кто разрушил империю. Кто ее погубил. Почему я показываю это на документах, у меня все это, ну, как бы сказать, доказано. Я без источников, без авторитетных, значит, всяких сведений, я никогда ничего не пишу. Вот это вторая или третья, значит, третья моя линия – это такая проблема, которая плавает в воздухе, на кухне является главной у всех, а в литературе – нет. Вот я пять лет работал в издательстве, и там узнал, что два слова запрещены были все сталинское время и все время до самого крушения. Два слова запрещены – первое слово «русский», второе слово «еврей». Я, значит, приходит редактор и жалуется, говорит, «Ан Владимирович, опять слово «русский» выбрасывает этого академик Углова, который вообще патриот русский». А Цензор говорит, не надо, не надо. А Цензор через два кабинета у меня, он у нас сидит в издательстве, Цензор. Я ее приглашаю, молоденькая женщина, 25-26 лет. Я говорю, что, Лида, о чем дело? Почему русский не разрешает? Я-то знаю, я уже в «Бузвестиях» отработал 25 лет. Я книг написал уже 10 или 12. Я все знаю. Но ее спрашиваю, почему русского вы требуете уберечь? Она говорит, Иван Владимирович, ну, другие недовольны, когда мы говорим русский. Я говорю, а кто другие? Ну, башкиры, татары. Я говорю, а почему мы довольны, когда говорят башкиры, татары, татары? Ну, я не знаю, а вот как русские, там, раз-другой еще, то они как бы обижаются. В другой раз я говорю, Лида, ну, а евреи-то почему? Всех можно, башкиры, татары. Как евреи скажешь, вы дорожите, говорите, уберите. А она говорит, Иван Владимирович, ну, это еще больше, говорит, болезненное слово. Все не любят. Это что, вроде мы против евреев. Вот вам тайная пружина всей нашей идеологии и жизни. Мы не могли красивого, высокого русского человека показывать. Я за него взялся и написал 22 романа. У меня все вот, если кто, что вы читали, все, это замечательные люди. Вот. Я вам скажу так, пример такой скажу. Умирает наш митрополит Иоанн, которого считает отец Отечества. Открывает его столы. У него завещание. Мою ей Петрахиль. Она вся в драгоценных камнях. Плащет. Мои все ценные украшения, значит, цена моего и так далее, и вообще все мои бумаги, все мое наследство передайте архимандриту Адриану. Это главный старец Школа Печорского монастыря, которому идут и тут и из-за границей люди и так далее. И вот этот старец заходит к своему секретарю. Секретарю. Красавец. Он выбыл у нас. Вот. Епископ. В ранге епископа секретарь. Вы можете представить, что же это за старец? Какая власть у него? Ну, а если в двух словах сказать, почему. На его авторитет идут люди и несут деньги в монастырь. Монастырь расцветает. Все может строить, у него много денег и так далее. Но нам это честь, чтобы нашему русскому человеку. И вот он заходит к секретарю, а тот читает книгу и плачет. Он говорит, сын мой, это чего же вы плачете? А он говорит, отец цветовый, книга, последний Иван, не могу читать. Плачу. Ну, от чего плачет? Я не знаю, не могу сказать. Он говорит, тогда приходите ко мне каждый день и полтора часа читайте. Вот тот стал ходить к нему. А тут, ну, и кабинет его там, это, кейли, все это монастырь, близко все. Вот. Прочел до половины. Он говорит, хватит. Говорит, в мастерскую закажите храмовый крест от моего имени. Будет подарок монастыря этому писателю. Кстати, вы заходите в крест. Ну, это покажи. Посуду дальше, мою, для семьи. Вот. Посуду, к которой мы боимся прикоснуться. Почему? Вон там внизу стоит. Почему боимся? Ну, я боюсь, разобьют там, а мне будет очень... Там наблют цветы прямо вот так. И еще, я все вам рассказываю, то, что это история. И еще, говорит, сделать ему келью, предложить ему подарок келью рядом со мной. Вот. И пригласить его не только к нам, у нас бывает, но и чтобы он имел свое место. Дальше идет. Баронесса Настя. Это то, как я летчиком был. В 18 лет я уже летал на бомбардировочке. И вот там я... Знакомая девочка, которая мне понравилась, она вдруг исчезает, и потом становится баронессой. То есть наследницей замка лучшего друга Гитлера. Представляет, я написал роман об этом. Дальше за баронессой Настей шальные миллионы. Я пишу сейчас, что такое шальные миллионы. А дальше у меня там морской дьявол. Митяевка. Митяевка, да. В гостях у короля, вы понимаете, у Садата, которого-то расстреляли. Был наш парень. И как он жил там, он мне рассказал. Я роман написал об этом, понимаете? То есть по горячим следам я иду в своем творчестве шаг за шагом. И одна из последних книг моих, суд идет. Над вами суд идет. И вот, пожалуйста, мне присылает. Вот. Будни мирового дурдома. А на днях вышла книга Жореса Алферова нашего, которая потрясла общей людей заголовком. Не знает, что сейчас делать. Вот заголовок, заголовки. Ну, заглавие книги, значит, «Безмозглое правительство». Вот, пожалуйста, в какой я кампании. Ошибся ли я? Илюхин. Это Миронов. Не это-то. Борис. 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 Это мои приятели, друзья, можно сказать. Но я, Илюхина, не знаю, помог Геронова, да. Теперь этот самый... Савицкая. Вот, Светлана. Это потом Бондаренко, что ли, бывший этот губернатор Краснодарского края. Нет, 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 я забыла фамилию. Который в своей лекции в университете 150 раз назвал «Сионист». Что? Ну, по-моему, Кондратенко. Кондратенко, да. И его за это дело, значит, по Москву на улице Горького ему дали квартиру. Сиди, только нас не трогай. И неизвестно где, как они обычно убирают, и никому неизвестно где. Где Полянский? Это о моих книгах.